МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Экономический кризис в оккупированной Западной Армении. Граждане Армении могут посещать 60 стран без виз. Мероприятие в селе Куликам Ахлакалакского района. Кипр начал судебный процесс против буровых компаний в Турции. Массовое захоронение в Раке. В рамках программы «Храм кино» в Ереване состоится показ трех фильмов Параджанова. Сегодня годовщина смерти Вартана Степаняна, душмана. Центр социально-политических исследований изучил экономический кризис и его последствия в более чем 500 домохозяйствах в Тигранакердском, Мардинском, Батманском и Иванском районах, оккупированной Западной Арменией. Кризис затронул 94% опрошенных, не затронул лишь 1,9%. 90,7% респондентов отметили снижение покупательной способности. У почти 2% увеличилось и 7% отметили, что их покупательная способность не изменилась. 63% респондентов ответили данный вопрос, были ли безработные в вашей семье в прошлом году. 56% респондентов связывают основную причину экономического кризиса с экономической политикой правительства, а 19% с курдским вопросом. В третьем квартале 2019 года Армения занимает 84 место в индексе паспортов Headland Partners. Граждане Армении могут посетить 60 стран без визы. Как сообщает Армен Пресс, об этом говорится на сайте компаний. Япония и Сингапур заняли первые места, а граждане этих стран могут посещать 189 стран без виз. Год назад, 1 июля, в селе Куликам переосветили церковь Святой Троицы и торжественно открыли мемориальную доску героя Арцаха Артура Горебяна и решили объявить этот день Днем Памяти. Сегодня архиепископ Малаки Амирян, главный викарий в Санцхеджавахете и Цалке, произнес благодарственное слово, затем произнес речь. Он призвал верующих регулярно посещать церковь, посещать церковные церемонии и молиться. Затем у мемориала Артура Горебяна провели импоминальную службу. Республика Кипр начала судебный процесс против трех компаний, осуществляющих бурение для Турции в прилегающих водах острова. Компании были обвинены в нарушении водных границ Кипра. Корабль «Фатих», построенный в Южной Корее, в 2011 году является первым буровым судном Турции, почти месяц работает на западе острова Кипр. В ближайшее время второе турецкое судно «Явуз» начнет разведку природного газа на востоке острова. Турция настаивает на том, что самопровозглашенная Республика Северного Кипра также имеет права на природные ресурсы в прилегающих водах острова. Между тем, Республика Кипр убеждена, что они являются единственным государством, официально признанным на острове, поэтому только они имеют права на полезные ископаемые регионы. Новая страшная находка была обнаружена в городе Рака. Массовое захоронение жертв террористических группировок в районе лагеря пионеров. В общей сложности команда быстрого реагирования извлекла из земли тела 190 человек, в том числе трех женщин, забитых до смерти камнями и пленников ИГИЛ в оранжевых комбинезонах, которым отрезали головы. В окрестностях Раки за несколько лет было обнаружено порядка 5000 жертв террористов в разных захоронениях, среди них женщины и дети. ИГИЛ захватил Раку в 2014 году и объявил столицу Исламского государства, где установили закон шариата. Курдские и арабские силы в Сирии начали операцию по освобождению Раки при поддержке самолетов коалиции под руководством США в 2016 году. 17 октября 2017 года город был освобожден от ИГИЛ. По инициативе Национального киноцентра Армении 8 июля в фойе кинотеатра «Айрарат Россия» состоится и реванский показ в формате инсталляции «Храм кино» проекта Роттердамского международного кинофестиваля. Мероприятие будет посвящено 95-летию со дня рождения всемирно известного кинорежиссера Сергея Параджанова. Инсталляция «Храм кино» подготовлена по мотивам оцифрованных фрагментов фильма Параджанова «Цвет граната», не вошедших в окончательную версию картины. В рамках программы «Храм кино» уже 9 июля в кинотеатре Москва состоится показ трех фильмов Параджанова. «Окоп овнатанян» 1967 год. Фильм о художнике длится всего 10 минут. Но точно раскрыта его поэтика, передано все, что воздохновляло. Мир старого тифлиса, его колорит, разнообразие городских деталей и дух горожан. «Арабески» на тему «Пиросмани» 1986 год, 25 минут. Короткометражный фильм, представляющий личный взгляд на живописное наследие грузинского художника Нико Пиросмани. «Киевские фрески» 1966 год, 20 минут. Фильм приурочен к 20-летию Великой Победы. Душман Вартан, Вартан Степанян, родился 9 марта 1966 года в Ереване. В 1973 по 1983 годы учился в школе номер 32 имени Уванеса Туманяна. В 1983 году обратился в военный комиссариат для того, чтобы его отправили в Афганистан в десантную часть. В 1984 году он отправился служить в Афганистан. В 1986 году вернулся из Афганистана. В 1988 году руководил группой добровольцев, отслуживших в Афганистане, которая принимала участие в защите приграничных районов Армении и саму оборонительных боев Арцаха. Вартан участвовал в битвах при Яросхаване, Шаумяне, Аскеране и освобождении Кыркожана, Малибейли, Лесного Худжалы, Бартазора и Лачина. Благодаря блестящему знанию военного дела Вартан стал заместителем командира 2-го батальона армии НК, будучи одним из создателей Карабахской армии и вкладывал все свои знания в формирование вооруженных сил. В мае 1992 года участвовал в освобождении Шуши в отряде Ашота Гуляна. После освобождения Шуши его друзья искали Вартана и нашли на армянском кладбище. Он обливал шампанским старые надгробия, крича «Возвлекуйте предки, Шуши освобожден». В июне 1992 года после падения Шаумяна был командирован в Арцах для выполнения последней боевой миссии. В этот день 1992 года в окрестностях арцахского села Мюрешен при выполнении боевого задания от предательской мины погиб герой арцахской войны. Вартан Степанян, Душман Вартан вместе с друзьями Еро, Армен Еритян и Араиком Ара Абагян. Прах Вартана передан земле на Ераблуре. Посмертно он награжден орденами «Боевой крест» первой и второй степени, медалями за освобождение Шуши. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Джан Джан Топерк. «Боевой крест» первой и второй степени, медалями за освобождение Шуши. Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь миром!